Всем привет, друзья! На связи мой компьютер. Меня зовут Михаил Крошин. Сразу извиняюсь за голос, я слегка приболел. Мы запустили голосование. Какой ролик будет следующим? Мифы про 5G, либо ноутбуки с Алиэкспресс? С небольшим перевесом больше голосов отдали за ноутбуки, поэтому сегодня поговорим про них. Начнем с простеньких ноутбуков за 15 тысяч рублей и закончим моделями за 60-70 тысяч. Но для начала важное предупреждение. Не стоит думать, что китайские ноутбуки, особенно дешевые, будут готовы к работе из коробки. Многие из них идут без русских букв на клавиатуре, хотя добрые китайцы могут положить наклейки. Windows зачастую может быть на китайском языке и вообще не активированный. В случае покупки настоятельно рекомендую сделать бэкапы драйверов. Ну и самое главное это отсутствие как таковой гарантии. Но в общем и целом все не так плохо. Самое главное не ждите качества уровня макбук и выделите на первоначальную настройку денек-другой. Скорее всего после этого вы получите вполне добротную рабочую или даже игровую машину за относительно небольшие деньги. Все ссылки я буду давать на официальные магазины производителей. Обязательно читайте отзывы перед покупкой. Поехали! Начнем с простейших ультрабуков за 15-20 тысяч рублей. Да, минимальный уровень не кажется минимальным, ведь и в России есть много ноутбуков за такие деньги. Да и на самом Алиэкспресс есть варианты даже дешевле 10 тысяч. Почему бы не рассматривать их? Увы, но за такие деньги вы получите полный ноунейм с абсолютно никаким контролем качества. В общем передо мной тут лежит огромный материал, который мы написали для этого ролика. Но чтобы не затягивать видос, я скину сценарий отдельной статьей в нашу группу ВКонтакте. Ссылку добавлю в описании. А мы перейдем к конкретным моделям. Первая модель – джампер Acebook X4. Это 14-дюймовый ультрабук с IPS Full HD экраном, 4-ядерным Celeron, 6 гигабайтами ОЗУ и 128 внутренней EMC памяти за 19 тысяч рублей. Клавиатура тут с подсветкой, только скорее всего вы ее заклеите наклейками с русской раскладкой, которую продавец присылает в комплекте, причем почему-то черного цвета. Но всегда можно сделать гравировку, которая стоит недорого. Установлена домашняя версия Windows 10. Ноут собран хорошо, тонкий, легкий, отличный для такой цены экран и терпимый звук. Есть двухдиапазонный Wi-Fi, можно добавить SSD самостоятельно. Отличный вариант для серфинга в интернете, простеньких игр и работы. Если нужно что подешевле, можно рассмотреть к покупке младшую, 13-дюймовую модель Xbox X3 за 14 тысяч рублей. Там тоже 6 гигабайт ОЗУ, но всего 64 гигабайта внутренней памяти. Зато есть разъем M.2, так что SSD можно добавить самому. Если же 13 и 14 дюймов мало и хочется что-то побольше, есть недорогой 15-дюймовый ноутбук от Zeus Lab. Стоит он дешевле, порядка 13 тысяч, но и начинка у него проще. Это 4-ядерный Intel Atom, 4 гигабайта ОЗУ и 64 гигабайта EMC памяти. Экран также Full HD IPS, качество изображения достойное. Корпус, к сожалению, пластиковый, так что скрипеть будет, но вот качество у него неплохое. Есть mini HDMI, а интегрированная графика сможет обеспечить вывод изображения на два экрана. На клавиатуру тоже придется наклеить русские буквы, которые есть в комплекте. Туда же кладут беспроводную мышку, USB хаб и коврик с простенькими наушниками. А мы переходим на уровень выше. Игровые ноутбуки MyBanBan в пределах 30 тысяч рублей. Ладно, игровые это громко сказано. На них даже третий Ведьмак пойдет только в HD на низких настройках. Но тут решают две вещи. Во-первых, такие ноутбуки продаются на Tmall и имеют годовую гарантию, что для такого устройства важно. Во-вторых, аналоги в других крупных магазинах России стоят ощутимо дороже. Выделить можно два ноутбука. Первый MyBanBan Xiaomi 5, в котором стоит четырехпоточный Pentium с частотой под 2,5 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SSD и, что самое главное, дискретная видеокарта Nvidia 940 MX с 1 ГБ видеопамяти. И все это за 22 тысячи рублей. На такой машине без проблем пойдет Dota 2 и CS GO вместе с World of Tanks, да и хиты 4-5-летней давности она тоже сдюжит. Конечно, не обошлось без ложки дегтя. Экран хоть и Full HD, но TN, так что не ждите сочных цветов. И еще придется самому накатить ОС, ноут работает на DOS. Вес и толщина этого устройства относят его к ультрабукам 1,7 кг и 17 мм. Но вот аккумулятора на 41 Вт час хватит лишь на 3-4 часа просмотра фильмов, что маловато. Но все еще как простой игровой ноутбук с возможностью легко перевести его в офис или на дачу, он почти идеален. А если вы готовы доплатить еще порядка 7 тысяч рублей, то можно уже взять MyBangBang Xiaomi 5 Pro. Процессор тут такой же и он очень неплох, выступая на уровне мобильных Core i5 прошлых поколений, а вот ОЗУ уже 8, а SSD 256. Но самое главное в том, что видеокартой теперь выступает Nvidia MX150 на 2 гигабайта. Она является мобильным аналогом GT 1030. И вот это уже по-настоящему игровая видеокарта начального уровня. В HD на низких настройках графики вы сможете поиграть и в Borderlands 3, и в Control, причем средний FPS будет на уровне 40. Минусы у него такие же. Не самый лучший в Full HD дисплей и те же 3-4 часа автономной работы, но с учетом того, что аналоги зачастую стоят дороже 40 тысяч рублей, претензий к нему нет никаких. А мы едем дальше. MacBook 12, выпущенный Apple в 2015 году, запустил новый тренд. Ультра-тонких, но при этом достаточно мощных ультрабуков с неплохим временем автономной работы. Разумеется, его быстро подхватили производители ноутбуков на Windows, не забыв перенять и цену, которая нередко заглядывает за сотню тысяч. Очевидно, что двухъядерные CPU с интегрированной графикой и 8 гигабайтами ОЗУ, мягко говоря, таких денег совсем не стоят. А вот сумма в 30 тысяч выглядит вполне подъемной за тонкий ультрабук. Из интересных клонов MacBook 12 можно выделить две модели. Первая – это Chuwi AeroBook 13,3 дюйма. Внутри четырехпоточный Intel Core M3 6U30, имеющий теплопакет в 4,5 Вт, 6 гигабайт ОЗУ и 256 гигабайт SSD. Конечно, не стоит ожидать от него высокой производительности, но с другой стороны он все-таки быстрее Intel Celeron или Atom, и при серфинге в интернете едва ли вы столкнетесь с его медлительностью. Интегрированная графика здесь лучше атомной. Конечно, на Ведьмака замахнуться не получится, но сыграть в катку другую в Dota 2 можно будет без проблем. Экран, разумеется, IPS с разрешением Full HD. На диагонали в 13 дюймов это дает отличную плотность пикселей. Аккумулятор не очень большой на 38 Вт-часов, но все же этого хватает на 5-6 часов серфинга в интернете. Еще можно отметить подсветку клавиатуры и очень небольшой вес, с учетом алюминиевого корпуса всего 1260 грамм. В общем и целом в пределах 30 тысяч рублей это неплохой, компактный и легкий ультрабук с терпимой производительностью. А чтобы купить ноутбук по оптимальной цене и у нормального продавца, рекомендую установить расширение Aliradar, которым пользуюсь сам. Оно будет автоматически включаться на сайте Алиэкспресс и покажет динамику цены на товар, рейтинг продавца и его надежность. Вы всегда сможете отследить, как менялась цена на товар, не завысил ли ее продавец для фейковых скидок, соответствуют ли товары описанию, как быстро их отправляют. Ссылку на Aliradar я оставлю в описании под видео. Если еще не пользовались таким сервисом, обязательно попробуйте. Вторая интересная модель это джампер Yazebook 3+. Она стоит на 4000 дороже и имеет при этом на 10% более быстрый CPU, также относящийся к линейке Core M3, в данном случае это 7U30. Правда при этом SSD стал вдвое меньше, но экран подрос до 14 дюймов. Все остальные характеристики схожи. Те же 8 гигабайт ОЗУ, такой же аккумулятор и разумеется металлический корпус. С ультрабуками разобрались. Переходим к игровым ноутбукам начального уровня. В пределах 40-50 тысяч рублей. Очевидно, что в таком случае выбор это простейшие дискретные видеокарты, а именно GTX 1050 и 1650. Первую из них можно вообще считать самой простой игровой дискретной видеокартой. На ней большая часть новинок пойдет как минимум в Full HD с низкими настройками графики. Например, в том же Control будет порядка 40-50 FPS, а онлайн-игры без проблем пойдут с 60-ю плюс FPS. Ноутбуки с 1050 и 8 гигабайт ОЗУ, меньше уже не хватит для современных игр, стоят в России от 45 тысяч рублей. На Алиже можно найти вариант и за 40 тысяч, причем достаточно необычный. Это HSI K670D. В нем установлен десктопный Pentium G5420 на 3,8 ГГц. Да, обычный сокетный процессор, который в будущем можно заменить хоть на i5-8400. Конечно, 4-поточный CPU не лучшее решение для игр в 2019-м, но с учетом цены ноутбука выбирать не приходится. Бутылочным горлышком он будет выступать достаточно редко. Во всем остальном претензий нет. 8 гигабайт ОЗУ, 256 SSD, 15-дюймовая Full HD IPS матрица, есть порт M.2, отсек под обычный SSD, аккумулятор съемный, ноутбук очень удобен в разборке. Ну а если не хочется падать ниже средних настроек графики, да и лишние 10 тысяч есть, можно обратить внимание на MyBandBand HeyMy7. По процессору ОЗУ и SSD здесь все так же, как и в Haze. Но вот видеокарта лучше на 50-70%. Теперь это NVIDIA GTX 1650 с 4 гигабайтами видеопамяти. Для нее уже средние и даже высокие настройки в современных играх Full HD не проблема. Конечно, Pentium здесь будет маловато, но все еще терпимо. К тому же в ноутбуке стоит необычный дисплей, он 16,1 дюймов с разрешением Full HD. С учетом того, что в России решения с такой же графикой стоят на тысяч пять дороже и не позволяют в будущем заменить процессор, китайское чудо техники стоит своих денег. Устали от No Name? В Китае можно взять и ноутбуки известных брендов, таких как Xiaomi или Huawei. Но вот можно, не значит нужно. Большая часть моделей стоит на Алиэкспресс дорого и зачастую дороже, чем в России, что лишает их покупки всякого смысла. Однако все же есть одна новинка, продающаяся по очень вкусной цене. Это Huawei Honor MagicBook 14. Дешевле 40 тысяч рублей вы получаете отличную машинку на 4-ядерном Ryzen 3-го поколения с интегрированной графикой Vega 8. Конечно, не стоит рассчитывать, что такая видеокарта справится с тем же Control, но вот Dota 2 или World of Tank на ней отлично бегают даже в родном Full HD разрешении. Остальные характеристики по стандарту 2019 года. Это 8 ГБ ОЗУ и 256 SSD. Экран Full HD IPS, так что хорошие углы обзора и цветопередача обеспечены. Клавиатура с подсветкой, можно сделать русскую гравировку, а вишенкой на торте выступает датчик отпечатков пальцев. Ну и время автономной работы порядка 6 часов серфинга в интернете. А мы переходим к топовым китайским игровым ноутбукам. Да-да, такие и существуют. За последние несколько лет китайские производители научились делать не только простенькие ноутбуки и ультрабуки, но и вполне себе годных игровых монстров, оснащенных топовыми видеокартами от Nvidia. И в нашем случае это RTX 2060 и 2070. Думаю, про их производительность говорить смысла нет. В Full HD вам будут доступны ультра настройки графики, причем FPS зачастую превысит 60 кадров. Первый интересный лэптоп это Haze ZX8. Внутри Core i5-9400, 8 ГБ ОЗУ, RTX 2060 и SSD на 512 ГБ. И нет, мы ничего не напутали, это опять же ноутбук с полноценным сокетом 1x51v2, так что никто не мешает в будущем поставить процессор мощнее. Стоит такой ноутбук 75 тысяч рублей, и это почти на 20 тысяч дешевле, чем аналоги в России. При этом серьезных минусов у него в общем и целом нет, разве что слабый аккумулятор, но это скорее норма для игровых ноутбуков. И что самое забавное, если собирать ПК с монитором и схожими характеристиками, то выйдет дешевле от силы 1000 на 5. Еще одной интересной моделью можно назвать Haze ZX9. Тут уже стоит восьмиядерный Core i7-9700, 16 ГБ ОЗУ, RTX 2070, SSD на 256 ГБ вместе с HDD на 1 ТБ и отличная 144 Гц IPS матрица с диагональю в 17 дюймов. Кстати, Haze Z использует OEM-платформу, небезызвестная Клэво. Ноут придет с английской клавиатурой, поэтому придется сделать гравировку. В итоге, как видите, на Алиэкспресс можно брать не только Xeon до ОЗУ. На этой площадке продаются интересные ноутбуки на любой вкус и кошелек. Если вы уже брали ноутбуки на Алиэкспресс, обязательно напишите об этом в комментариях. Все ссылки на ноутбуки будут добавлены в описании. В случае покупки обязательно ознакомьтесь с комплектацией и прочитайте отзывы. А я с вами прощаюсь, с вами был МК, до скорых встреч! Благодарю за внимание!